Всем привет! Давайте начнем с третьего дня. Понятно, что вечером опять у нас была прогулка с женой и Екатериной Валентиновной, которые мне серьезно помогли в итоге выступить неплохо. И в первой партии третьего дня я играл с Тагиров, с Алимгареевым. И решил, утром готовился, решил пойти Е4. Ну, Е4 я тоже иногда играю, пусть противники не расслабляются. Е4, С5, Конь Ф3. Обычно Тагир идет в Найдорфа, у меня там были кое-какие идеи, но тут последовало Конь С6. Вспоминать линии варианта Рассалима мне не хотелось за доской. Играть после Д4, ЦД, Конь Бьет Д4, Ранний, Челябинский, Челябинский тоже не хотелось. То есть, против Паульсина, допустим, я бы не возражал. Д4, ЦД, Конь Д4, Е6. Против Драконов тоже, особенно Ранний. Но понять, что имел ввиду Тагир, мне сходу не удалось, и я решил сыграть уклончиво. Слон Е2, ход, конечно, не дает белым никаких шансов на получение, если бы черные ответили на получение перевеса. Если бы черные ответили Конь Ф6, Конь С3, скажем, Д5, ЕД, Конь Д5, ну, стоит равенство на доске. Но последовала Е6, Рокировка. Теперь, если черные играют Конь Ф6 и на Конь С3, Д5 рекомендую посмотреть партию Овечкин-Шапошников на моем канале, сыгранную в Санкт-Петербурге в 2004 году. То есть, она у меня прокомментирована. Мы там через ход Е6 получили. То есть, сыграли Е6, я пошел в Слон Е2. Конь С6, Рокировка, Конь Ф6, Конь С3, Д5. Тагир сыграл Е6 и на Рокировку Д5 мы получили французскую защиту, в которой белые обошлись без хода Конь Б1, Д2. Это, по идее, должно им дать неплохой плюсик. Так, черные сыграли С4, ход разумный. Потому что иначе сейчас Ладья Е1, как только Слон выйдет, там еще и ДЦ последует. А вот Конь СБ1 готов отправиться на С3 для давления на пешку Д5. Также Слон готов выскочить на Ж5, связывая Коня Ф6. Ну, если тот там окажется. Поэтому С4 разумная идея. Ладья Е1 и Слон Е7. После партии Тагир сказал, что здесь был ход Слон БЁЦ4. Если честно, он мне вообще в голову не приходил. Слон С4, ДЦ, Д5. Он собирался играть как-то Слон Е6. Ну, я думаю, что сумел бы сообразить, что после Конь Б4, Д6, Слон Е6 у черных полнейший порядок. Там у белых пешка С2 подвисает. Вот. Поэтому Б3 ход правильно. А вот дальше я понес фургу. Надо было прямо здесь сыграть Слон Б5. С угрозой Слон БЁЦ6, БЦ и Слон А3. И на рокировку взять и Слон А3. То есть это та позиция, к которой я стремился, играя Б3. То есть мы пытаемся поля А5 и С5. И ей... В общем, черные поля оккупировать. Доказать, что пешки А7, С6 слабы. У белых чуточку поприятнее. Я сыграл не точно. И потихоньку черные уравнили. То есть пошел разменивать коня на коне С6 вместо Слона. После Ферзь Б6. Еще один неточный ход. Да, ладья надо уйти. Белые бы хотели пойти, конечно, Конь С3 с идеей Конь А4 и Конь С5. Но последует Ферзь Б4 неприятная вилка. И придется ходить Конь Б1. А, Ферзь А1 еще был. А, Ферзь А1 Ферзь Б4, да. Вот. Поэтому отойти надо было скромно на А2. Идея Конь С3, Конь А4. Плюс мы... Почему именно на А2, а не на А1? Мы при случае готовы давить на пешку А7. Отправить ладью Е1 на А1. Вот. Я сыграл не точно. После А5 Конь С3 уже равенство стоит. Можно было слон А6 сыграть. Слон Ф5 тоже нормально. И партия достаточно быстро покатилась к ничьей. На мой взгляд. Железя, как говорит, что надо было здесь играть Ферзь Ф3 и на ладья Е8 ладья А1. Но отдавать открытую линию, конечно, мне показалось опасным. Я пошел Ферзь Д3. Здесь тоже железо считает, что ладья Е1 должна была идти на А1. Для меня это достаточно удивительно. Я все-таки пытаюсь сохранить контроль над обеими линиями. После Ферзь Б4 еще одна небольшая неточность. И после Конь Е4 ладья Е3 черные могли ходом Конь Д6 поставить некоторые проблемки. Грозит Конь Е5. Конь бьет Д4 придется играть Ж4. И хотя, по мнению железа, в белых даже на какие-то крохи поприятней, но все-таки Ж4 это уже такой неплотный ход, который дает, на мой взгляд, при случае черным шансы перехватить инициативу. Впрочем, Тагир здесь просто взял на Ц3 и после Ферзь бьет Ц3. А4 размениваются все пешки Ферзьевого фланга и ничья неизбежна. Если белые, конечно, не хотят проиграть, проиграть они могут любым способом. Ладья бьет С6, Б4, А3, А2 и все закончится. Я проигрывать не хотел и партия девятого тура у меня была, ну, завершилась в ничью вот в этот момент. Кстати, очень здорово, что я попал в трансляцию, то есть мне не пришлось ничего восстанавливать. В десятом туре я играл с очень неплохим молодым шахматистом Сергеем Лобановым. информации по нему у меня нету, несмотря на то, что мне вот уже 50 лет, из которых я 40 играю в шахматы, активной практики нет достаточно давно, в редких турнирах играю, последний был именно в классику, просто затруднен, до пандемии, скорее всего, это или Ярославль, или там ну, финал России восемнадцатого года, или может я позднее где-то участвовал, вот так, навскидку не вспомню, в общем, поверьте, было, эти партии были достаточно давно. Важную информацию дали мои мои друзья, которые, которые, сейчас я вот этот мисклик уберу, которые сообщили, что Сергей был жестким поклонником хода Е4, только Е4 играл, а на этом турнире играет Д4 с Хисматулиным с позицией силы ничью сделал, получив по дебюту приличный перевес, пару человек неплохих просто обыграл, и все партии были в Карлсбаде, Карлсбад я с удовольствием играю, но раз человек только недавно начал осваивать ход закрытые дебюты за белых, было принято решение выйти в наглую линию волжского гамбита, волжский гамбит, волжский гамбит, да, сейчас есть очень много хороших способов отсушки, то есть, ну, например, Ферзь С2 достаточно неприятный ход, да, у черных может быть там больших проблем нету с уравнением, но как выигрывать совершенно непонятно, на А6 есть ход Б6, принципиальная БА тоже ведет к очень сложным, интересным позициям, но Сергей выбрал самое для меня неприятное, ну, на данный момент продолжение, это ход Е3, изобретение портиша, про которое можно посмотреть более подробно на канале Левитов Чес, Александр Валерьевич Халифман про эту линию рассказывает очень много и показывает, каким образом там черные уравнивают, но мне же надо не уравнять, мне надо выиграть, и поэтому было принято решение получить обычные волжско-гамбитные позиции, то есть вот Д6 и на КНФ3 АБ, слон бьет Б5, слон А6, главный минус этой позиции в том, что белые структуру А4 и КНБ5 получат неизбежно, препятствуя основной идее волжского гамбита, это работе тяжелых фигур по линиям А и Б, поэтому белые смогли сделать рокировку, то есть в одной из основных линий белым надо королем через Ф1 на Ж2 бежать, это какие-то темпы теряются, после рокировки позиция более естественная выглядит, и одна из идей белых пойти здесь Е5 и коня на С6 воткнуть, один конь на С6 второй при случае на Б5 в общем видно, что черным в этих позициях скорее всего не поздоровится отсюда решение сыграть Ферзь Б8 ход конечно не самый такой наверное мощный может быть конь Б4 было поточнее то есть не опасаться хода Е5 вот Ферзю можно найти более серьезное применение то есть он и на Б6 и на А5 выглядит более активным ну ладно Ферзь Б8 да минус пешки на Д6 еще в том что черным бы хотелось получить структуру С4 и Коль Д3 но как только С4 там вот как раз Коль поскачет на С6 с удовольствием и без всяких предварительных Е4 и Е5 вот Ферзь Б8 это против Е5 с одной стороны а с другой стороны по линии Б как-то цепляемся к пешке Б2 Ферзь Е2 ну тоже здесь наверное стоило пойти Коль Б4 но я решил не пустить слона на Ф4 плюс Коль остался на А6 для того чтобы на Коль Б5 можно было пойти Коль С7 и его смахнуть на слон Ф4 последовал еще один активный ход Ферзь Б4 ход ладья ФБ1 к моему удивлению первая линия компа мне например за доской не очень нравился ход Коль Б5 потом я понял что можно сыграть Коль Ф6 и где-то на Д5 и на Е4 подвисает ладья ФБ1 естественно черные тоже играют ладья ФБ8 и Коль Б5 белые получили идеальную структуру на ферзевом фланге препятствующую активной игре ну на всякий случай Коль Ф6 напал на Е4 и намекаю на то что при случае хочу взять на Д5 естественно будь у моего противника побольше опыта игры в подобных схемах он бы сыграл Конь Д2 оценочка железа здесь не такая хорошая для черных что-то порядка плюс 1 но я был полон оптимизма как я собирался играть сейчас уже не вспомню но оптимизма точно не терял вот а последовало на Коне Ф6 Конь Ж5 и это достаточно серьезная неточность потому что на Ф7 белые пойти не хотят на Е6 тоже после простого А6 выясняется что чтобы не потерять пешку Е4 нужно играть слон Д2 и ферзь не теряется то есть ладья А3 можно сыграть после ферзь С2 зависнет Ладья А3 зависнет Конь Ладья А1 давайте покачим ферзь не ловится ферзь С2 ладья висит ферзь бьет Б2 висит конь он связан вернее связан слон и на черного ферзя вообще нечем нападать даже то есть ну и здесь я не знаю можно выбрать конь Д7 можно выбрать ладья Б5 и ферзь А3 например да и на БА ферзь А6 и уже лишняя пешка у черных плюс с пешкой Е4 у белых проблемы то есть пришлось уйти конем назад конь Б4 то есть напал на пешку А4 вынудил ладья А3 ферзь С2 напал на ладью снова мы не боимся хода ладья С1 могу взять на Е4 могу взять на Б2 хода слон С3 нет у белых вот поэтому конь С3 ну и вот чем волжский гамбит отличается от всех абсолютно других гамбитов только в волжском гамбите размен ферзей выгоден стороне которая пожертвовала пешку и я сыграл ферзь Д3 по-моему здесь белым надо было играть ладья Е1 но после ферзь бьет Д3 конь бьет Д3 оценочка уже по-моему в пользу черных но но равенство у них совершенно точно имеется если поставить пешку на Б3 то ну не знаю или конь Ж4 я собирался ходить не помню нападая на Ф2 или как-нибудь конь Д7 или конь Е8 то есть фишка в том что белые не могут сыграть конь Б5 из-за простого ладья бьет Б5 то есть может быть конь Е8 с идеей конь С7 чтобы вообще никогда даже мысли не было у белых сыграть конь Б5 и потом где-то сдвоиться по линии Б то есть сейчас уже не вспомню что я запланировал я могу конечно посмотреть у движка как надо играть но я не буду вас обманывать и здесь Сергей принял еще одно неудачное решение конь Б5 то есть конь Ж5 и конь Б5 такие два не очень хороших хода после С4 перевес черных уже не отпарим пешка Е4 висит конь С3 вернуться можно но тогда теряется на Б2 да и с конь Ж4 надо считаться опять же ход Е5 просто проигрывает и проще всего здесь было взять ДЕ висит на Д5 и плюс у черных появляется переброска коня на Д6 в дальнейшем Ф5 Е4 движок говорит что это минус 2,5 я предпочел взять на Д5 ЕД ЕД и здесь у белых был строго единственный ход слон С3 после конь бьет С3 БЦ иллюзии что они отобьются у них точно должны быть вот а вот отобьются ли они на самом деле непонятно все таки конь С5 там и на А4 будет подвисать и конь на Б5 такой и пешка С3 все время под прицел попадает по-моему Конь С5 может быть как-то иначе еще можно сыграть вот но после конь бьет Д6 белым просто плохо съели на Б2 если ладья А2 то после С3 слон бьет А6 С2 ладья куда-то ушла но здесь не обязательно даже забирать фигуру сейчас конь С3 сейчас заберем намного больше конь Е2 и может ладья на А2 теряется наша ладья на Б1 заходит ну и после конь бьет С4 слон бьет А3 белые конечно могли взять на Б8 и конь бьет А3 в этом случае после ладья Б3 коня нечем защитить а уйти он только на С2 может ладья Б1 конь Е1 ну как-то неожиданно белые спасли коня ну наверное просто проще всего здесь взять и заняться пешкой А то есть если конь бьет Е1 то ладья Д1 и конь Б6 и съели на А4 и качество легко реализуется а если слон бьет Е1 ну наверное как-нибудь так же да конь Б6 А5 конь С4 А6 ну и тут наверное вообще конь Д2 здесь есть на Ф3 и на Е1 а после конь Д2 пешку А6 защитить никто не в силах тоже выигрывается легко может быть конь Д2 не обязательно сразу ладья А1 но Сергей здесь взял на А3 после ладья Б1 конь Б1 ладья А2 белым стало совсем плохо потому что нет защиты от ладья А1 то есть на условное слон бьет А6 ладья А1 конь Д2 и конь С3 то есть в общем после ладья бьет А4 белые сдались и я таким образом выскочил неожиданно в дележку 2 по-моему 4 мест до 2 4 и был страшно с тобой доволен в последнем туре так победить а что у меня не прописалось прописалось ну как может вот так да вот в последнем туре я играл с Дмитрием Бочаровым ничья обеспечивала мне попадание в шестерку ну то есть в десятку а при поражении к сожалению я в десятку не попадал отсюда совершенно трусливое предложение ничьей и конечно никто коль же 8 не пошел митя просто принял ничью перед этим в ничью закончилась партия Хисматулин Шамоев ну и нас догнал да в итоге Хисматулин занял первое место Бочаров второе нас догнал Ярик Ремезов он занял третье место он выиграл у молодого екатеринбургского мастера Романа Кузьмина на четвертом месте Антон Шамоев и я на пятом мог нас еще догнать Дагир Саленгареев если бы забрал подставленную Мишей Улыбином ладью в последнем туре и он бы тоже меня обошел как бы распределились места не помню но он не съел ладью и только после грубой ошибкой было заметить что ладья висит и расстроится то есть потом у него уже были хорошие шансы на победу в окончании две против одной по ладье по коню Мишель даже говорил мне что может быть там даже проиграно у белых было но в общем вот так вот такое выступление в целом я им доволен недоволен только своим отказом от борьбы в последнем туре ну сам собой в общем немножко недоволен ну и естественно старт старт совершенно безобразный вот огромное спасибо за поддержку техническому директору моей жене Лене которая приехала со мной помогать мне участвовать в этом турнире и заставляла меня каждое утро решать тактику ну и Екатерине Валентиновне Ковалевской с которой мы вот там вечером общались все вместе Алексею Михайловичу Безгодову с которым тоже мы ехали в Челябинск на машине я его из Шадринска подвез и с которым общались в первую очередь по утрам на завтраке все всем ну и вам всем спасибо за то что вы это посмотрели до новых встреч до новых встреч субтитров